Всем привет! Сегодня мы с вами распакуем новый смартфон от Doogee S96 Pro и посмотрим, что же содержится в его коробке, ну и рассмотрим часть его функции. Здесь у нас находятся документы, инструкция и остальные части его документов. Также здесь у нас блок питания на 18 Вт, который позволяет заряжать смартфон достаточно быстро. Следующая это у нас палочка, своеобразная отмычка, которая позволяет открыть слот для сим-карты, чтобы не ковыряться для этого пальцами. Далее здесь у нас наушники со стандартным разъемом и кабель питания с разъемом Type-C, который позволяет заряжать собственно смартфон. Шнурок для тех, кому необходимо подвешивать смартфон, здесь уже на усмотрение пользователей, кому как нравится. Ну и собственно смартфон, ради чего мы здесь и собрались и что будем рассматривать с вами. Вот в такой он у нас упаковочке. Открываем, включаем. Смартфон поддерживает несколько языков, собственно, можно на русском языке. Он достаточно водонепроницаемый, ударопрочный смартфон со стильным дизайном. Здесь у нас фронтальная камера на 16 мегапикселей. Также смартфон поддерживает распознавание лица и отпечатки пальцев. Распознавание лица здесь можно настроить здесь уже на усмотрение пользователей телефона. Кому-то нравится разблокировать с помощью лица, кому-то достаточно отпечатка пальца для того, чтобы разблокировать телефон, либо совершить оплату. Здесь уже, как я говорю, на усмотрение человека. Лично я использую только отпечаток пальца. Телефон у нас на Android 10. Здесь можете это посмотреть. Вот такая вот небольшая фишка от Android и этого смартфона. Чисто так посмотреть, побаловаться. Далее это у нас. Посмотрим, собственно, на камеры. Так как основная фишка этого смартфона, это непосредственно ее камеры. Все четыре камеры здесь у нас защищены металлической вставкой. Рассмотрим именно камеры, так как это основная фишка этого смартфона. Здесь у нас есть металлическая вставка, позволяющая защищать как камеры, так и подсветку. Кстати, здесь стоит обратить свое внимание, что с этой стороны располагается стандартная подсветка, а с этой стороны инфракрасная, собственно, которая срабатывает при ночном режиме съемок. Рассмотрим более детально сами камеры. Основная камера это 48-мегапиксельная камера. Рассмотрим более детально сами камеры. Основная камера на 48-мегапикселей от Samsung позволяет делать снимки в ультра-четком качестве. Рядом здесь располагается 8-мегапиксельная камера для широкоформатной фотографии. Ниже, в правом углу, это 2-мегапиксельная камера для макросъемки. И, собственно, основная камера, фишка этого смартфона, это 20-мегапиксельная камера от Sony, которая позволяет делать фотографии и видео в режиме ночной съемки. Мы посмотрим более детально, как делают, какие же получаются фотографии у нас на этом смартфоне. Стандартный режим съемки основной камеры, получается, вот при Киеве. Снимки в режиме ультра-четти, получается гораздо более четкие фотографии для тех, кому необходимо выкладывать снимки в Instagram или требуются более профессиональные фотографии. Режим макросъемки позволяет снимать с достаточно близкого расстояния объекты. Вот, как можете видеть, картинка получается довольно-таки четкая. И, получается, собственно, вот такие вот снимки. Ну и, собственно, фишка ночного видения. Сейчас мы с вами попробуем выключить здесь свет и сделаем пару фотографий. Вот мы выключили уже свет. Здесь у нас абсолютно темно. Но, как можете видеть, здесь у нас в режиме ночной съемки объекты видно довольно-таки четко. Попробуем сделать пару фотографий. Мы сделали пару снимков. Кстати, вот здесь в полной темноте можете, не знаю, видно вам или нет, можно увидеть, как работают те самые инфракрасные, инфракрасная подсветка, которая позволяет делать снимки в полной темноте. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами, смотрели обзор на DOOC S96 PRO. Ждем вас снова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok